В эфире телеканала ННТ, новости 24, с вами я, Хадижа Курбанова. Коротко о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Разрушительная непогода в Дербенте из-за дождя рухнула часть южной стены крепости Нарынкала. Религиозное образование и пропаганда нравственного образа жизни. Сергей Меликов обсудил вопросы взаимодействия с руководителями религиозных конфессий Дагестана. Онлайн-консультация для пациентов с COVID-19. В Хунзахском районе участники акции «Мы вместе» открыли колл-центр. В Дербенте из-за дождя упала древняя крепостная стена. Разрушительная непогода снесла часть южной стены крепости Нарынкала. На место происшествия выехали представители местной власти. Как отметил в РИО руководителя города, администрация Дербента уже несколько лет обращается во все инстанции с требованием провести ремонтные работы на аварийной южной стене крепости Нарынкала. По закону мэрия города провести в порядок стену не может, так как это зона ответственности Минкульта Российской Федерации. Объект федерального значения, который находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации, поэтому муниципалитет, к сожалению, никаких работ по нему произвести при большом нашем желании не может. На неоднократно наше обращение соответствующие органы власти о том, что находятся в аварийной ситуации и необходимо провести реставрационные работы оставались безрезультатны. И вот мы сейчас наблюдаем то, что получилось. Убедительная просьба соответствующие органы власти, ответственные за этот участок, чтобы отреагировали в срочном порядке. Отметим, что Южная крепостная стена является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. После обследования участки стены было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора Министерства культуры Российской Федерации. Роспотребнадзору Республики рекомендует не пить воду из крана, объясняют сотрудники санитарного ведомства. Это тем, что проливной дождь, не прекращающийся эти дни в регионе, может стать причиной попадания в водопровод грязной жидкости. Очистительные сооружения могут попросту не справиться с таким потоком. В связи с этим санитарные врачи призывают не пить и не готовить из сырой воды, а использовать для этого только бутилированную либо кипяченую воду. Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана. В рамках встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с религиозными объединениями и их поддержки со стороны власти. Говорили также о развитии системы религиозного образования, о работе по просвещению, пропаганде нравственного образа жизни. Глава региона особенно отметил оказываемую данными организациями поддержку нуждающимся независимо от их этнической и религиозной принадлежности, а также их вклад в борьбу с распространением коронавируса в республике. Еще почти 62 миллиарда рублей выделит правительство России на детские выплаты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Речь идет о выплатах в семьях с детьми от 3 до 7 лет. Такая необходимость возникла в связи с увеличением числа детей, родители которых имеют право на поддержку государства. Их в России уже более 4 миллионов человек. Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка. В среднем речь идет о 5,5 тысячах рублей. Чтобы получить выплату, надо подать электронные заявления на портале Госуслуг. Также это можно сделать в органах соцзащиты или МФЦ. Результаты тестов на коронавирус станут доступны на портале Госуслуг. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Это позволит быстро передавать информацию и доводить ее до населения. Пока система работает в тестовом режиме, сроки запуска неизвестны. Также были внесены изменения в постановление главного санитарного врача, согласно которым выдача результатов тестов из лабораторий будет происходить в течение 48 часов после поступления материала. Это необходимо в том числе для своевременного информирования заболевших и медперсонала. Итоговое сочинение для выпускников могут перенести из-за пандемии. Об этом заявили в Рособорнадзоре. Связано это с нестабильной эпидемиологической ситуацией в России. При этом решение будет приниматься для всей страны в целом. Если экзамен перенесут, то это будет касаться всех российских школьников. По плану ученики выпускных классов должны писать итоговое сочинение 2 декабря. Отметим, что результаты этой работы определяют допуск ЕГЭ. В Хунзахском районе открыли колл-центр для консультации пациентов с коронавирусом. Площадка организована участниками акции «Мы вместе». К работе подключены медработники, волонтеры, выпускники и студенты медицинских вузов. Подробности знает Патимат Ханапова. Не упустить ухудшение состояния пациента. Это основная задача колл-центра. Работа горячей линии организована на базе Хунзахской больницы. Ежедневно добровольцы обзванивают около 50 человек. Это лица пожилого возраста, те, кто лечится дома, а также контактировавшие с больными. Я учусь в Самарском государственном медицинском университете на втором курсе. Я сюда пришел добровольно, потому что я хочу знать, как это все происходит. А сколько звонков обратно к вам поступило? Ну, сегодня уже звонков 10. Позвонили, мы человек также 10. Ну, вопросы задаем, например, основные симптомы коронавируса, например, одышка, чистое сердцебиение, температура, которая поддерживается в районе 3 дней. Ну, например, самый главный симптом – это потеря обоняния и вкус. Какая реакция у людей, когда вы звоните им? Очень даже адекватно. Они благодарны, что заботятся, не забывают. А в случае осложнения куда вы дальше обращаетесь? Вот человек говорит, у меня сильная дышка, у меня температура держится. А дальше какой алгоритм действия? Ну, мы записываем их в листик и передаем фельдшерам, чтобы они поехали, обследовали. Участники акции также разработали чек-листы, по которым ведется опрос. Для информирования граждан вместе с телефоном горячей линии они вывешиваются в общественных местах. Если из семи предложенных вопросов хотя бы на один дан положительный ответ, то следует обратиться в колл-центр для консультации. Мы надеемся, что наш колл-центр даст положительный опыт в лечении пациентов, помощь медперсонала, помощь нашей медицины будет ближе к людям. В планах сделать работу колл-центра межрайонной, подключив к ней соседние территории. Это поможет снизить нагрузку на медперсонал и держать ситуацию под контролем. Подобные площадки скоро откроют и в Махачкале. По теме от Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Хунзахский район. Пояс битвы чемпионов в Дагестане. В Махачкалу вернулся победитель Всероссийского форума боевых искусств Магомед Магомедов. На родине спортсмена встретили его близкие, родственники и друзья. Напомним, что турнир, прошедший в формате межстилевых поединков, завершился в минувшие выходные в Москве. Там двукратный чемпион мира по боевому самбо представлял свой родной вид спорта. Магомедову противостоял выходец из панкратиона Рамис Терегулов. Поединок продлился все отведенное для него время. Три раунда дагестанский спортсмен доминировал как в стойке, так и в борьбе. Для Магомедова этот бой стал первым после пятилетнего перерыва в профессионалах. Теперь он планирует вновь сосредоточиться на выступлениях по правилам ММА. Сейчас после боя разговаривал с Камилом Гаджиевым. Он предложил мне продолжить карьеру там же, где я ее и начинал в файтнете. Посмотрим, сейчас отдохну и думаю, где-то в январе вернусь уже. Готовился я в Дагестане, в школе имени Абдулмана Пармур Магомедова. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Также мне в ударной технике помогал мой брат Арсен Алиев, чемпион мира по ушу Санда. В целом подготовка проходила в Дагестане и я был в хорошей форме. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова